Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, и снова утро. Абик Элкин и Александр Шунин с вами в студии. У нас очередной гость. Это Анси Зелтинж, управляющий Рижского свободного порта. Казмин Зелтинж, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Порт, как известно, это градообразующее предприятие в Риге. И буквально по статистике, каждая третья семья в большей или меньшей степени завязана на порте. Все, что происходит внутри и вокруг него. Параллельно в Сэйме второе чтение прошел закон о портах новый, какие-то изменения. Вот об этих изменениях хотелось бы поговорить и понять, каким образом они коснутся этого предприятия. Что изменится, как вообще в пандемийное время, что происходит в Рижском свободном порту. Так что вам слово. Да, спасибо. И еще раз доброе утро в этом очень снежном и довольно прохладном утре. Так, это мягко говоря, да. Но и ледокол очень не задействован, тем не менее. Да, относительно Рижского порта пандемия, понятно, что так или иначе касалось и таких бизнесов и операционных действий в порту. Но если мы сравним с другими отраслями, то я бы сказал, что по рту в этом плане все прошло довольно... И все еще есть довольно хорошо. Не знаю из-за того, что много свежего воздуха или из-за того, что основа предприятий все-таки работает в довольно таких индустриальных обстоятельствах. Но если так очень прямолинейно, то кроме пассажирского сообщения, которые уже два года не работают, то есть нету сообщения Талинка между Ригой и Стокгольмом или с Хельсинки, которые они тоже протестировали. И практически нету круизного туризма. То есть это то, что очень остро было связано с пандемией. То есть все остальное, что связано с грузопотоком, то есть влияние пандемии, она довольно маргинальна. То есть понятно, что грузопоток, который связан с разными товарами, которые перевозятся в контейнерах, то есть если меняется рынок и спрос, конечно, он тоже немножко меняется, но в Риге у нас есть спад в контейнерах, но он довольно такой стабильный. То есть он не превышает, если бывает даже по этим двум годам, смотря, он не превышает 10%. То есть это влияние не так уж так сильно. Все остальное, то, что связано с нашими отраслями, сельское хозяйство, все, что связано с лесным хозяйством, то есть эти груза все еще двигаются очень хорошо, и причем стабильно сохраняют и рост. сохраняют и рост, так что порт продолжает развиваться, и я думаю, что у нас в этом плане все хорошо, и терминалы, и компании тоже смотрят будущее с оптимизмом. Приятно слышать, на самом деле, на общем-то фоне. Какие-то новые перспективные проекты, какие вам кажутся? Может быть, привлечение каких-то инвесторов, освоение каких-то свободных территорий, которые есть на портовой земле? Абсолютно правильно сказано. То есть мы не стоим на месте, и мы как бы не то, что сейчас ожидаем или пережидаем окончание пандемии. То есть параллельно мы работаем относительно развития тех территорий, которые довольно длительное время, но как бы не то, что стояли пустыми, но относительно которых такого конкретного плана и интереса не было. Те же самые СТОСКИ ЛУГА, то есть у нас заканчивается проект вместе с консультантом, где рассматривается или анализ экономический и технический анализ развития этих территорий, чтобы конкретно понять, какие из всех этих довольно обширных территорий конкретно можно развивать для индустриальной деятельности, скажем так, не только порта, но вообще индустриальной деятельности, потому что они не прямиком связаны с судоходным каналом, но мы здесь видим, наверное, территорию где-то по площади, где-то почти 80 гектар, где около Риги можно развивать очень, я думаю, что перспективный логистический индустриальный центр, учитывая близость аэропорта, близость города, то есть это рабочая сила, близость всех транспортных узлов, включая близость терминалов порта, да, то есть это такое место, где это все уходится в одну точку, я думаю, что это реально то направление. Параллельно этим, то есть остальные территории, мы рассматриваем, как потенциал развития звенной энергии, то есть, наверное, одно из таких реальных направлений, это парк солнечных панелей, и, наверное, какая-то часть, довольно публичная часть этого останется, и как зеленая зона. Вместе с этим, то есть ряд терминалов продолжает развивать свои... Не слышно? Нет, 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 все хорошо, да. Здесь какие-то технические у нас, да. Брак с картинкой. Да, вас видно и видно хорошо, мы продолжаем, все в порядке, да-да-да. Спилский луга, прекрасно, а что касается Крея-Усала, переезд на него когда завершится? Не-не, переезд, он уже, он завершился весной 2019 года, то есть понятно, что, ну, скажем так, геополитическим упадом каменного угля или грузов, угольных грузов, ну, то есть это совпало, может быть, с таким интересным временем, потому что терминалы перешли на, как бы, новые места, новые терминалы, но, в принципе, в прошлом году и в этом году каменного угля было очень мало, но, как бы, сейчас, учитывая опять изменения цен на энергетику, цену на тот же самый каменный уголь, то есть сейчас эта конъюнктура груза все-таки опять начинает появляться. Но, несмотря на это, наверное, основная перспектива в Риге, она, ну, или долгосрочку, если мы так смотрим, понятно, что она не будет на фасильной, ископаемой, то есть мы должны использовать время и развивать, как бы, все свои возможные качества относительно всех основных нишевых грузов, которые мы можем через Латвию и через наш порт обрабатывать и везти. И, наверное, в каком-то плане этот довольно кардинальный упад объемов каменного угля, он тоже показал, что, как бы, многие терминалы начали, начали, как бы, двинуть свой интерес к развитию таких нишевых грузов и что там тоже перспектива работать, наверное, надо больше и тщательнее, но это, если смотря на развитие, долгосрочное развитие, это довольно потенциально, и сейчас, я уже говорил, то есть целый ряд терминалов двигается вперед своими планами и инфраструктурных развитий, то есть тоже планирует инвестиционные деньги, планирует инвестировать и планирует свое инвестивное развитие, то есть это хорошие аргументы, в том числе и правление порта и в следующем году мы продолжим инвестиции в свою инфраструктуру, ну, наверное, тоже в рамках где-то 10 миллионов евро мы будем вкладывать разные улучшения инфраструктуры, то есть не только то, которое относится прямолинейно к обработке судов, то есть включалые каналы, но и надземные инфраструктуры, то есть железнодорожные пути и тоже внутренние индустриальные дороги, к которым тоже, наверное, подошло время модернизации, то есть это важно, то есть не только судоходная инфраструктура, но и вся та набережная инфраструктура, которая способствует потоку грузов. Ну и, конечно, наш так называемый большой проект это пересечение Старкандалковского протока, так называемый переезд с улицы Твайка на Кунзинск. Что говорят, понятно, что вы находитесь в постоянном диалоге со стивидорами, что они говорят, какой у них настрой, они сейчас готовы тоже инвестировать, развиваться, или они заняли такую выжидательную позицию, хотят дождаться, чем закончится пандемия, и это волна инфляции. Мы видим, что сейчас цены растут на все, я так предполагаю, на услуги, на материалы, на работу и так далее. Да, тоже правильно сказано. Я бы сказал, что единственный такой, наверное, фактор, который одерживает или как-то дает такую осторожность с точки зрения уже тех проектов, где технический проект есть, то есть есть ряд и складских помещений, помещений и такого характера инфраструктуры, где уже некоторые технические проекты завершены, то есть можно было начинать строить. Но понятно, что сейчас довольно осторожно все смотрят, что будет ценами на строительство. То есть это, конечно, есть один из таких факторов, то есть он влияет не только на направление порта, на наши, так и наши проекты, но и в том числе на частные проекты, которые развивают сам Истивидо. Но несмотря на это, я думаю, что ряд строений будет начато, то есть это связано с складскими помещениями, то есть они в каком-то плане не хватает, и это уже как бы часть бизнеса, то есть строить в следующем году или там переждать еще один год. То есть я бы сказал, это не связано с пандемией, но это связано как раз с то, что происходит сейчас в отрасли строительства. Анси Зелтинш, управляющий Рижского свободного порта, с нами. Скажите, пожалуйста, Андре-Ост, Андрей-Сал, вот эта территория, какое развитие ждет ее? Это не секрет. То есть территория Андре-Сала и экспорт-ост, исторически она была выключена с юридической территории свободного порта. То есть мы на этой территории земель не имеем, то есть мы имеем всю так называемую гидроинфраструктуру, причальные стенки и акваторию. Я бы сказал, что основная территория, то что Андре-Сал, то есть она, наверное, перейдет от портовских, я не думаю, там что-то специфическое останется, то есть это будет район, наверное, эксклюзивный район нашего города, то есть который ближе лежит в Долгаве. Но если мы говорим про экспорт-ост, то есть часть экспорт-ост, экспорт-ост, который находится к югу от так называемого северного пересечения Долгаве, или там либо мост, либо туннель, то есть это часть сейчас по территориальному плану и по всему проекту с точки зрения переезда на Криво-Салатность на Угля, там любая грузовая деятельность, кроме пассажиров и РОРО, запрещена. То есть это означает, что, в принципе, там грузовая деятельность будет минимальная, но что мы там смотрим, мы сейчас работаем и вместе с частными владельцами, на, то есть я думаю, что если там все звезды и как бы все сходятся в одну проектную точку, то мы там вместе сделаем новый пассажирский терминал. То есть это, наверное, одна из тех мест чисто по географии, чисто уже по существующей инфраструктуре, относительно акватории порта и местонахождение веток, скажем так, трамвайного сообщения и вообще сообщения в городе, где потенциально может быть новый пассажирский терминал, то есть который будет соответствовать всем требованиям, уже, как мы видим, вокруг Балтийского моря, в многих портах, то есть какой должен быть пассажирский терминал. Это, наверное, одна из тех инфраструктур, которой Риге не хватает. Это, наверное, займет, наверное, лет где-то пять, но если все сойдется, я думаю, что это будет там место, где будет новый пассажирский терминал. Вся остальная часть, наверное, будет на разное развитие, либо офисы, то есть общественные здания, выездания. Планы нового пассажирского терминала, говорят о вашем осторожном, но все-таки оптимизме, особенно учитывая на этом общем фоне, когда круизного туризма нет, пассажирского сообщения нет, а лет через пять вы планируете новый терминал, то есть вы планируете то, что все вернется и еще разовьется. Возможно, новые маршруты ожидают из Риги куда-то? Это тоже, наверное, уже говорил. Мы, наверное, то есть по нашим планам мы с Риги смотрим еще минимально одно направление. Таллик уже его протестировал, ну, как бы был тест, и он был связан, в принципе, с пандемией, из-за того, что Стокгольм закрылся, но в сторону Хельсинки, ну, то есть в Финляндии было открыто, и он это направление очень хорошо себя показал. Я бы сказал, что в перспективе две регулярные линии с Риги и обратно, то есть каждый день одно судно туда и обратно, то есть Стокгольм и Хельсинки. Может быть, что-то еще. Но я думаю, что на регулярной основе, то есть эти были бы те перспективные направления, которые и Рига, как столица, и порт могла развивать. Это связано и с местонахождением, и с географией, и с развитием туризма. Понятно, что есть там свои риски, еще непонятно, что будет и с судоходными компаниями, операторами, Таллинком, и другими, и другими, которые на Балтийском море работают, ну, как бы, и та отрасль все-таки смотрит, что ситуация в пандемии, она все-таки даст возможность открыть эти маршруты. Ну, то есть понятно, что еще есть много открытых вопросов. Сейчас первое время, которое похажет, это будет весной. Ну, то есть если обстоятельства пандемии позволят, то линия на Стокгольм будет открыта. Ну, то есть это будет первая ласточка. Но то, что относится к инфраструктуре, это все-таки занимает довольно много времени, и мы должны сделать свою домашнюю работу. И это даже, несмотря ни на пандемию, я считаю, что Рига должна, как столица, как портовской город, он должен иметь приличный потужистский тепло. Вне всяких сомнений. Да, мы тоже считаем, что, естественно, повод должен развиваться. От этого зависит и развитие Риги, и страны в целом. Спасибо большое нашему эксперту. Мы благодарим Антиса Зелтенша, управляющего Рижского свободным портом, за эти несколько минут полезной и практической информации. Всего доброго. Желаем удачи. Приятно слышать, на самом деле. Ну, честно, на общем фоне. И вообще у нас сегодня как-то было очень много не очень позитивных новостей. Позитивно, что всё неплохо и развивается, и новый пассажирский терминал, и планы развития спилских лугов, И всем нашим радиослушным. Да, всем хорошего дня, всем хорошей недели. Конечно же, работа радиоболтком продолжается. И одевайтесь теплее. Одевайтесь теплее. До оттепеля остаётся неделя. Продолжение следует...